Владимир Ружицкий провел расширенное заседание депутатской комиссии по предпринимательству, малому и среднему бизнесу. Говорили о мерах поддержки предпринимателей в условиях санкций и возможных механизмах взаимодействия государства и бизнеса. На встрече обсудили проблемы, которые беспокоят предпринимательство. Трудности во взаимоотношениях с зарубежными поставщиками, логистикой, дефицитом запчастей для оборудования коснулись многих. Те, кто так или иначе зависел от поставок, скажем, со стран, которых мы сейчас называем недружеством, это одна ситуация. Многое увязано в сбытии, многие вопросы решаются, скажем, в целой цепочке. И в этой цепочке, если кто-то где-то там провалится, сразу проблема возникает. В первую очередь с проблемами столкнулись представители среднего бизнеса и крупные предприятия. Компания «Лидер» более 25 лет специализируется на производстве безалкогольных напитков. Экономические трудности ощутила еще с начала пандемии. Сразу после начала СВО, как и у всех, у нас были мгновенно нарушены все цепочки, убраны все товарные кредиты. Цепочки были частично нарушены после ковида, все это знают, да? То есть все стало дольше, все стало дороже, логистика дороже. Но у нас при производстве нашей продукции есть часть сырья, которая объективно идет из-за рубежа. Поставки сырья прекратились весной 2022 года. Компания сократила инвестиции в развитие новых проектов, нашла других поставщиков. Летом ситуация стабилизировалась, производство наладилось, коллектив удалось сохранить. Похожая история у компании «Септика», которая производит дезинфицирующие средства и косметику для ухода за лежачими больными. Мы произвели максимум в апреле, это было 78 миллионов дельниц, столько спиртовых салфеток. Дальше ситуация, конечно, стала немножко меняться. Это был такой спрос, который был вызван исключительно политической ситуацией и непонимания, происходящего будет ли это в дефиците, не будет. Просто охватанули таким образом, что в следующие несколько месяцев у нас будет просто катастрофический провал. Ольге Пелехатой удалось выстроить взаимоотношения с сетевыми аптеками и крупными магазинами косметики. В ближайшее время компания приступит к созданию собственной линейки продукции. Депутаты и предприниматели обсудили возможные механизмы взаимодействия власти и бизнеса в условиях экономических санкций. Надо так или иначе проводить встречи с нашим бизнес-сообществом, потому что в процессе общения, в процессе обмена мнений возникают порой и мысли, которые в обычных условиях могут и не прийти. По словам Владимира Ружицкого, искать выход из сложившейся ситуации и преодолевать сложности нужно совместно. Поэтому решили проводить такие встречи регулярно. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.